Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о деятельном немце и Porsche за 19 долларов. Компания Volkswagen продолжает терпеть убытки из-за дизель-гейта. Если вы забыли, то это грандиозный скандал, связанный с занижением показателей выбросов на дизельных двигателях. Один гражданин Германии владел себе спокойно кроссовером Skoda Yeti и проехал бы положенные ему тысячи километров, если бы однажды не зашел в интернет. Немец выяснил, что его автомобиль, ну, очень сильно потерял в цене, что, безусловно, связано с неприятной историей с фальсификацией. Чтобы как-то успокоиться, владелец пошел в суд с требованием компенсации. И, о чудо, суд встал на его сторону. Концерн обязали выплатить немцу полную стоимость автомобиля на момент покупки. Это, между прочим, почти 27 тысяч евро. Надо сказать, что это не первый и, видимо, не последний подобный иск. Вообще, дизель-гейт уже стоил Volkswagen космических денег. Общие затраты концерна уже составили более 19 миллиардов долларов. А учитывая подобные прецеденты, эта сумма будет только расти. Китайский автопром – калейдоскоп подделок и копий всех мастей. Некоторые производители уже ушли от подобной практики. Но особо ушлые продолжают гнуть свою линию. Компания Zathien выпускает автомобиль под названием SR9, который на 85% является копией Porsche Macan, если говорить о внешности. Внутри же процент сходства равен 95%. Стоит эта поделка, оснащенная двухлитровым турбомотором, около 20 тысяч долларов. Настоящий Macan минимум в 4 раза дороже. И производитель предложил весьма элегантный, в кавычках, способ сэкономить. Всего за 19 долларов США. Прямо в салоне дилера. Шильдик Zathie меняется на Porsche. И вот готово. У вас Macan. Но и это еще не все. Китайский производитель настолько наглый, что предлагает своим клиентам не только шильдики, но и аксессуары с символикой немецкого бренда. Говорят, что благодаря подобным услугам автомобили Zathie неплохо продаются. Похоже, нас ждет очередной суд, который традиционно ничего не решит. Такое уже было. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин Территория машин Территория машин Территория машин Территория машин